у меня только гейзерное самое я уже теперь не могу не растворимый пить не в турке не только в гейзере причем знаешь там получается ну вот кружечка понимаешь да какая она маханька и вот это вот половинка даже там не половинка меньше то есть три ложки полных сборкой кофе чтобы не чихать я когда такой кофе пробовал я чихать начинал воду воду не забывай принимать потому что для почек а так если они просто вот такой вот вот такой вот три ложки кофе они они варят концентрат чуть-чуть сначала надо делать глоток воды так конкретный потом глоток кофе ну чтобы там это все разбавилось в желудке ну для почек да это есть такое дело пить так кофе ты знаешь я вот до службы как бы помнишь такие заварные чайники были даже без ситочка потому что было отверстие в самом у нас партия туда не лезла да я мог туда семь восемь раз воду наливать лишь бы вода темненько и все то есть пофиг было отец варил кофе то есть причем он старался покупать не жареные зерна обжаривать молоть и варить это все вот именно вот этот процесс и он на самом деле а потом как-то почитал что да на самом деле то есть обжарил кофе помолол его в течение двух часов из него улетучиваются вот эта вся эта прикольная штучка и что он сильный антиоксидант он выводит все отец варил редко варил со мной но так пробовал как бы не было все равно вот а вот после службы вернее на службе я курить начал так уже и кофе так я помнишь был кофе пиле растворимый да 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 знаешь как я его пил на службе не пил не ел и насыпал допустим две ложки кофе столовых три ложки сахара капельку воды вот это кашицу перемешивал такую кашицу и я ел у них тут есть такой же кофе они делают называется кафе для нонна ну типа бабушкина кофе то есть вот эта перетирка кофе с сахаром и с чуть-чуть водичкой да вот они там у них специальные аппараты стоят он там все замеливается знаешь такую пену прям ну не пена да 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 на пену он белеет даже растворимый кофе он просто становится каким-то вот тут так а так я кстати не знаю никто мне это не предлагал я сам был вообще извращенец видео то есть когда я говорю всем что я люблю пельмени хорошие пельмены с очень сладким крепким кофе вместе говорят ты гонишь я просто алдею причем желательно чтобы пельмени были холодные вот у них горячие именно что замороженные у меня был такой это в детстве я потом попробовал самое интересное чтобы было именно молоко из литровой стеклянной бутылки эти просто скажу я не пил вообще вот именно вот это из литров не из пирамидок ниоткуда именно из этой бутылки хлеб именно квадратный не круглый не какой-то именно этот квадратный хлеб и луковица старая луковица молодой может быть когда у него же такое это у меня был ежевечерняя диета буратино мне это было так вкусно я так балдел хлеб чтобы свеженький буту хлеб из печи естественно вырезаешь такой телушку телушку жопку на эту эту телушку корку натираешь чесноком прямо по тоже до весь зуб туда стираешь на ту корку чтобы у нас прямо как бы лип-лип-лип-липал потом наш поворачивается эта телушка уже мякотью и на мякотью на мякоть наливается до топор ароматная улыбка вот это вот масло которое настоящее я сейчас говорю у меня слюня и трошки солью даете на титанечка а телушка знаешь как у такого дуранечка здесь покида там должен оперативчик перейти в деревню дали что приезжала щирше чем должен потому что бабка закармливалась а просто бабушка еще помнит те времена когда я была доходяга я же холеру схватила мелкая на я совсем была крошечная у нас же вот эта эпидемия когда холеры была у тебя детская область нас зацепила и я поймала вот и меня уже там все меня списали но каким-то чудом она я выжила и там уже совсем-то хотя бы была из тех пор бабки кажется что мне надо гудуватый понимаешь гудуватый постоянно вот это моя бабуля договор и зачем а я-то занималась спортом плавали все мне отдавали бабки там на пару месяцев до привозили тренер за голову убрался матерь божья куда и давай меня гонять 10 раз больше чем всех остальных а по оплавание еще такая штука что как говорится поел перед тренировкой пошел по как говорится поболтыхался вы и как будто и не ел если допустим всем он там дает там бассейн у нас штучно до считался 10 ну грубо говоря 10 бассейнов мне 20 ну то есть два раза больше и это все уже все уже отмотали свое знаешь а я еще мотаю у меня у меня отец занимался плаванием но и меня но я не знаю может тренер что-то не тот сам он сразу сказал ты не будешь спортсменом ну здоровый слишком не толстый здоровый просто нет не будешь не будешь у него было такое отношение то есть когда я видел чтобы другим идет какой-то этот самый а я там как ты говоришь туда-сюда туда-сюда технику технику он сказал за физику я думаю просто это не самая физика потому что на самом деле все плавцы они здоровые и я подходила высокие все высокие да все высокие это да это а ладно не да я просто смотрел фотографии так что не тот самый не создалось впечатление метр 76 я потом еще работал я спортивной медицине работал нужно нужна вот эта вот дикая злость если этой злости нет ты никогда не будешь спортсменом ты никогда ничего не выиграешь мне было пофиг вообще вот я была совершенно ну вот не было бы мне вот этой знаешь злости поэтому и поэтому и у тебя видимо стремлею стремление стремление должна быть вот эта амбициозность знаешь дикая те спортсмены которые что-то чего-то достигают они вообще в жизни очень некомфортные люди они знают да я знаю но между 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 друзей я на бокс пошел в школе до этого знаешь как это дерутся куда угодно только не по лицу да как бы сказали вот у меня брат брат да вот он спортом и спортсмены все и может благодаря тому что он так конкретно занимался он при когда в шахте их под взрыв попал шахте работал тоже короткое время это под взрыв попал он и выжил может быть благодаря этому еще позвоночник у него трусы не сыпался грубо говоря вот боксом пошел заниматься и выступал на соревнованиях я теперь я помню как-то диктора слушал какие-то соревнования в донецке донецке говорит своеобразная конечно публика говорит тут же не смотрят а подсказывают но это на самом деле все смотрят а подсказывают тоже очень много да да и я просто не понимаю в какой момент школа ягубкина умерла ну то есть как бы не понял этот момент то есть даже что там кличко и все это же вообще там не школа ничего это что-то какое-то непонятное новообразование мне сейчас очень интересно вот как как у вас там внутри сейчас на нынешний момент в донецке вот в республиках в этих новых как у вас там происходит именно внутренние вот эти социалка зарплата коммуналка вот такие вот мелочи бытовые которые многим интересны и и про вас тоже как бы мало мало информации да там потому что у хохлы кричат что вы там загибаетесь и жрать вам нечего я пухну с голода вот мне интересно именно вот на каком уровне у вас находится то есть у вас больше капитализм или капитализм капитализм какие-то социальные да да я тебе еще про еще просто выигрывают на самом деле царство небесное захар сделал очень много в плане даже того что у нас из пищевой пищевой мощности нас было развито яйцо и птица причем больше яйцо все остальное а у нас полей таких нет чтобы у нас сельское хозяйство было там ху-ху-ху-ху на уровне то есть для этого то есть какие-то там зерно какое-то этот самый есть не этот самый вот захар кстати вот эти что очень много ну вот у меня рядом теплица донбасса они снабжают выращивают и снабжают то есть выращивают нормально то есть вот это есть и она по ценам как бы дешевле зарплаты давай так наверно кто-то есть кто работает на 7 на 5 тысяч может быть есть такие люди но вот уже последние там допустим два года меньше десятки такого нет если человек работает то есть и как говорили что там у нас народную милицию идут я сейчас просто я был скажу потом покажу просто люди понимали народную милицию идут за деньгами типа это у нас армия то нет рядовой сержантский состав там в зависимости от должности от 15 тысяч то есть это сейчас это не самые большие деньги в шахте всегда были разные зарплаты ведущие специальности и до тридцатки 35 немного согласен для нас это но и в то же время я знаю пару человек которые работают на шаурме их просто знаю то что там с ними пару человек на шаурме которые работают две недели две недели дома то есть грубо говоря две недели до 14 дней у них под сороковников ходят на шаурме то есть как бы оно всегда раньше скажем так если так вот уже плясать от десяти 10-15 тысяч бюджетники бюджетники сейчас более-менее сносно себя чувствуют по сравнению с теми кто работает на частника скажем так республиканские предприятия все равно более лучше чем именно час ну не для всех я имею мы берем мы берем с тобой вот именно работях да потому что сама понимаешь руководящий состав это всегда там какие-то коммуналка я тебе могу сказать одно слово это не больная не головная боль статьи расходов у всех у всех начиная от пенсионеров и заканчивая чтобы там не говорили это всех уже приучили вспоминать коммуналку то есть коммуналка у нас не стоит ни во главе и то есть самое последнее о чем как говорится думаешь что это это они то есть она не тянет за собой обучение студентов вообще нет никакой головной боли вот в моей семье вообще нет у меня да учится на бюджете был реально поступил по своим знаниям учится стипендия плюс подрабатывает ну и так и по моему сейчас 2 600 что ли что-то такое честно говоря не знаю было было что-то подняли вроде должны будут и сейчас еще поднять насколько этот школьники тоже нет головной боли головная боль знаешь в чем страшах я тебя просто где жена торгаш в тот момент когда была блокада всегда говорю что торгаши это первые это потенциальные предатели и она это знает я всегда я всем своим друзьям торгашам это говорю я ему говорю две вещи потому что они делают магазины даже продовольственные они не делают из магазина конфетку а чисто место где зарабатывать деньги что мне бесит во вторых цинизм я могу об этом говорить потому что когда была блокада и когда начали был такой момент когда не было товара ну то есть этот самый 14 год все давили по 500 процентов то есть в тот момент когда люди могли отдать свое последнее для того чтобы этот самый в то же время давили по 500 не все очень многие помогали очень много сделали этот самый но эти просто говорю что это какой прецедент и скажем так это не один не два вот последний пример когда прошлом году объявили что всем бюджетникам и пенсионерам ну там три на 30 и 27 процентов увеличат зарплаты и пенсии за месяц буквально от объявили то есть до того до повышения еще в месяц к жене стали приходить поставщики придают привозить товар тот же самый который вот они чего привозили ровно на тридцать процентов дороже и когда она у них спрашивала с какого перепуг бензин что ли подорожал что подорожало доллар там что там ена гривна или 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 что подорожало этот самый аж ты же понимаешь что касси мы же не знаем это нам руководство сказал самая классная отмазка ничего не знаю мы выполнили все то есть вот такой вот вот этот момент наверное повышение цены товара непонятно почему только из-за того чтобы этот вот этот момент да вот такой а вот насчет мы реально коммуналки проезда бензина дорогу налогов вот этих это нет они не стоят во главе угла наверное все таки стоит покупки вот именно продовольствия одежды есть такой момент еще но я тоже думаю не этот самый продовольствие выбор огромный то есть ты можешь выбрать все что а вот в плане одежды продовольствие хороший выбор в технике выбор и в этом ну компьютер в электронике то есть вот этот вот это выбор да есть но ты можешь либо то либо то причем у нас появились те вещи которые собираются в россии которых мы до этого не знали которые старая стоит на порядок на порядок дешевле самсунга который собирается на том же заводе в россии только он называется не самсунг как-то по-другому на самом деле те же функции даже вид только от буковки вот эти внизу и в этом другие то есть как бы это так привел самсунга потому что у меня старший брат у меня человек целый устремленный вот как ты говоришь амбициозный спортсмен вот он сказал говорит у меня в каждой комнате много у него комнат будет телевизор ахрена он ему нужен вот у него в каждой сейчас телевизор закончились уже поставить р-дивана замена ну молодец он это заслужил он выкарабкался он вообще вообще по жизни молодец кстати у него было в какой-то момент он сам инвалид шахтер да он был фонде инвалидов шахтеров ну там когда тут должность он ездил никто этого не хотел и может удалять может не удалять это если что это никто это не хотел он ездил именно по инвалидам шахтер и он его набил врагов заимел это наплевать ну что такое приезжаем к лежачему лежачему привозим ему помимо то что он получает денег еще ежемесячно то есть у него двое детей там дают размеры они покупают вещи или тебе предоставляют чеки они оплачивают понимаешь чем дело привозят продукты и причем продукты же привозились не первой необходимости мука соль и этот самый макароны а привозилась хорошие такие консервированные ну там все такое это где он а я его нет лежачий это выходим во двор горит а футбол играет так самое интересное горит что горит тут насколько быть этот у меня рассказал там много у него случаев но на случай так понимаю его возмутил больше всего что когда он его увидел и понял откуда не приехали он упал идти подвигаться не могу ты понимаешь ну то есть покупалось это все дело всегда вот этот когда нет государственности ну и еще что у нас у нас и стала теперь нарождаться государственность не всем это нравится я тебе сейчас объясню почему допустим смотри предприятие у тебя какой-нибудь хоз отдел ты же понимаешь у нас пенсионеры 40 лет 45 лет пенсионеры шахты металлурги то есть нормальные здоровые мужики которые конечно не не все обучены всяким навыкам но как бы обучаем и да и то есть они приходят а в хоз отдел что мы могли там плитку положить там выдерну понимаешь хозяйственная большая фирма и всех брали сейчас нельзя сейчас у тебя либо образование такое было либо ты работал перед этим пять лет если ты где-то случайно без образования полу начал работать я считаю это правильно многим это не нравится типа у как этот самый хотя все понимают что это правильно хотя все знают что знаешь какое было такое выражение говорит там коллега там да это самая говорит у меня три шахтера которые ни хуя но они все знают как надо об этом делать ты же хрен переубедишь и говорит вообще-то понимаешь чем дело то есть вот такие вещи с этими же допусками на автобусы маршрутки то есть тоже вот такие вещи с торговлей стала по ну получше по этот сам ну то есть с правилами да то есть вот такие ты понимаешь чувствуется государственность ну то есть налоговые службы какие-то появляются по-другому по-другому налоговая стала по-другому то есть если до этого налоговая это было чисто знаешь как вот эти как рэкет как бандюки то приехали собрали уехали предоцепили нет теперь у налоговой совершенно другие за задачи которые реальные и задачи которые она решает то есть вот такие вещи то есть как тебе сказать больше порядка стала порядка вот именно порядок не заметил что у вас порядка стала больше чем на украине да больше намного больше я тебе говорю я привожу те вещи которые в отличие от от того от украины понимаешь больше порядка нормально супер не супер это неважно все прекрасно понимают что у нас да у нас реальная война идет понимаешь мы реально живем в войне и республика не потянет россия помогает россии россия тоже не как говорится не раскидываются деньгами понимаешь у них ты свое и все да помогает и финансово помогает и в какой-то момент но сейчас я точно знаю это я с человеком который говорит когда кто-то говорит что там это все пенсии все зарплаты вот все что у нас внутри идут выплаты даже выплаты по смерти выплаты ну ты понимаешь да помощь вот это все это все республика сама работают а самое главное чему я доволен у нас нет кредитов офигенно так ты понимаешь что оказывается и нормально ни одного не услышал чтобы ревел что у нас нет кредитов понимаешь ни одного не услышал потому что это дело братья я тебе хочу сказать материально если брать по пенсионерам и по обычно рабочим людям в которых я и заношу менеджеров низшего звена у нас лучше чем на украине скажем так малые малые честные предприятия предприниматели тоже лучше каким-то крупным фирмам да у них нету маневра маневра для вот этих вот такое да вот хотят ты знаешь у нас есть лучана такая знаменитая кондитерка хорошо не делают я в киеве смотрю лучана у меня малые любили десерт лучановский но сейчас они переросли его десерт он нас стоил 48 рублей уже рублей ну когда-то в киеве смотрю вот же десерту же лучана этот самый у них не дни оси города рука 48 гривен такая такая вот такая небольшая разница то причем не липецкий или какой-то а именно рашин есть и у рашина ну там по буквам там же разных фабрик рашин дорогого сегмента он неплохой дорогого сегмента конфеты этот самый а вот средний и вот этот все это самое дерьмо полное подожди порошенко да ладно бы порошенко хрен с ним ты же вот если я еду в россию я стараюсь выехать рано утром я в 4 утра еду естественно чтобы проскочить по это сделать дела вернуться просто комендантский час есть комендантский час в чем его вот это и при неприятность что ты можешь просто-напросто остановиться до до рассвета где-то стоять каком-то и фуры ночуют фуры ночуют и вот едешь самое больше фур это литва и грузия понимаешь едут днр литва и грузия белорусы и пошли номера днепропетровский киевский естественно донецкий ну ты что тут все это это вереница каждый день туда и обратно двигается то есть как бы я же говорю литва и грузия которые прямо там за украину жопу и сопли разбрызгивают по всем стенам наши друзья да мы там этот самый то есть бизнес из бизнес я не торгую хотя я считаю это неправильно я во первых я считаю неправильно вообще какую-то по идеологию и потому что всегда всех спрашиваешь то лично я или кто-то сделал тебе плохого это же спрашиваю там а захарченко когда убили а ништяк да у меня праздник а что он тебе сделал плохого он предал украину каким образом просто объясни каким образом он предал украину или я предал украину каким образом вы выиграть вы под москалями чего ты взял назови мне хоть одного руководителя или тут у вас же везде все этот самый тут же красный крест и когда говорят о бсе там есть русские бсе они полностью нет и как сказали там не важно представитель какой страны это это подневольные менеджера понимаешь алкаши темные кстати между нами бухают причем самый прикол у них чеки которые им оплачивают по бсе народы народы всех тех стран вот у них есть там определенное время завтрак обед и мужчин это тот не человек который там работает они оплачиваются они вот тогда бухают больше всего а вот промежутки этого что они берут не оплачивается на этот чек самое дорогое самое хорошее реально эти вот они вообще помогают они чем они просто отзирают он сказал когда у нас прием вар ты туда еще попробуй усунешься да эти щас показываю это список ксерокопий вот так видно да список ксерокопий считаем эти просто буду показывать раз это обеззаловка там твоя фамилия видна ничего ли замазать да и хрен 2 конечно я всегда отвечаю за свой базар 3 4 эти потом расскажу что это те показывают 56 и 7 это отдельно это просто а4 это все медицина сука причем по всему донецку массе матери не пройдет потом не просто ты проходишь пнд как вот у этого ты отдельно наркоту проходишь отдельно этот самый спид афтезиатров тоже туда туберкулезку это вот это все медицина анализов но я наверно в жизни своей столько не сдавал сколько здесь крови только флюорография сама все плюс к этому еще два справка с мвд что я не был судим и справка с мгб с кгб ну и сбу как его назвать вот тебе все ты попробуй туда всунься в принципе можно сказать что а в армию идет ну как бы элита ну люди люди без какого-то темного прошлого особенно ты что там вот этот причем блин судим у меня ну знакомую твою мать нехай но он как бы мы все живем же знаешь по-разному ну все знаем росли вместе ну этого взяли а пацан с высшим образованием все это самое грамотное в этот у нас идут все рядовыми пофиг даже если ты майор запаса ты идешь рядовым да потом у тебя там есть какое-то благодаря твоему навыку пробиться это взяли это меня нет а он вообще дтп человека сбил не насмерть и там даже не сильно как говорится ушибы даже переломов не было по-моему этот сабы суд был понимаешь все вы мне говорит то что ж это такое а он а его вот кстати вот так как говоришь это у многих многие стали понимать что как-то чувство справедливости начало обостряться да ну да да коли можно понимаешь и когда особенно дает с первой линии с первой со второй линии разговариваю которые сидят в окопах с той стороны хлопчиками которые вообще без зазрения без ничего но они горят ты не не было не пишет обеззрение говорит что им пофиг на всю диалоги и вообще на все а здесь они ибо недоробыты негде работать и плане того что это но они разными словами этот самый что он сейчас он отбудет контракт получит свой кусок земли который выгодно продаст ну там он уже знает как в аренду в аренду сгаст и он заработает а сейчас уже скоро и продать может а теперь слушайся он заработает деньги для того чтобы он мог оставить но там почти не семейные все там часть родителей уехать зарабатывать польшу чехославки но они все хотят заработать денег чтобы уехать на западную часть польши чтобы выжить в польше работать германии а это стоит денег понимаешь то есть куча фирм куча людей которые предоставляют такую возможность вот понимаешь то есть убивать не убивать да похрену ему все здесь есть реальная возможность ему заработать не имея никаких навыков и когда я с ними говорила они как знаешь когда он понимает что я внук как бы в теме и я говорю а сколько у вас горю самоподрывов он такой стыд говорит ой да да хуя а второй нету у нас он говорит ну данный ману нам балакалы и горпой потому что реально реально я тебе серьезно говорю это вот у все кто с этим был связан они подтвердят мои слова если командир отделения взвода роты лох у его будут самоподрывы потому что если солдат не играет со своей пипиркой то сука будет обязательно играться гранатой плане того что выкрутить закрутить выкрутить закрутить где-то этот самый где-то рвануть а почему так и все это хорошо если это любопытное само сунет как говорится два пальца в розетку а то ж обычно в группе товарищей а потом рассказывать злостные сепары за 75 километров от передка я когда вот этот когда вот этот самоподрыв когда говорит ты понимаешь как это вообще звучит глупо на рэдэшку привязали минус запустили не видя куда понимаешь визуально ты это не видишь а во первых она долетела туда куда надо а еще и это упало именно так что у нас работала смысл то в чем когда вот про мину говорят мину от миномет ну или скажу что они поверили чтобы было не так этот сам сам подрывы потом друг дружку стреляют господи и когда мне но я реально разговариваю с пацаном вообще прикол скажу был такой батальон кривбас его сейчас нет но его от него хотели избавиться давно мотив мотивы чтобы от него избавились что они просрали сука еловайска и дубальцева не помню какой ну что-то либо тут их обвинили виноватыми и так вот и товарищ он понимаешь он говорит он даже не это целый там такой непотреб ну типа вообще все шоу тут этот самый а формировался их вы экипировали обучали давали вооружение на базе воинской части по-моему даже виде консервация танков когда отправили перекрестили что наконец-то отправили или сдыхали спасибо блин понимаешь в дело то есть они на этот я от кого-то вот конечно днепропетровской области у нас все были охреневшие вообще все охреневшие то есть как бы тут они сами они сами офигели что там такое происходит я про мариуполь ну я имею ввиду вот эти регионы они не они не поверили что там такое происходит они не поверили что там и что люди не нагнали на хрен сами этих нации как оттуда понимаешь что вот и донецк один регион там был один менталитет там был один вот у вас у всех вода и восток скажем так работяги шахтеры работяги металлурги за днепр за днепр ну и как бы я конечно не удивляет что этот самый ну я в принципе понимаю днепр оказывается блять украина военец россии но россия об этом не знает а днепр соревновался с донецком но мы об этом не знали а вот да понимаешь я помню приезжал товарищи он такой приходил говорит вот мой товарищ приехал из донецка всего из донецка я решил делать щеки надувать там грудь выправлять или шоу что вот понимаешь для меня вот что это не то что мы там прошли какой-то периода с ними какие-то действия а вот и что оно должно быть у меня какая-то корона то есть этот самый они соревновались там были такие байки плюс аж тебе грудь но стопятый квартал очень сильно старался разжигать и но стопятый квартал вообще работал если так вот их взять они обзирали всех на западенке культурные такие беспомощные вуйки понимаешь донецк это быдло одесса это обманщик и воры ну кидал и все остальное те терпилы у киевлян они не трогали по что они все переехали а понимаешь по днепр ничего себе дальше надо донецк луганск у них этот вот у них как-то так вот я просто они понимаешь что вот этим своим дебильным юмором они любой политик который возникал да они его как бы с говном смешивали ну там особенно они старались по поводу азарова я не могу единственный чел который бы мог вывести украину на хорошие рельсы про это самое развитие это я ник никому не нравился понимаешь сколько ему там оставалось сбрали бы да и все а вот а вот азаров это был конечно это была голова мы в молдавии так завидовали что у вас вот такой пример министр вот он когда только появился вот он когда начался это говорит молоко говорить еще и делать и я когда у вас начало все это строится до перед этим чемпионатом как он там называл сколько бабок он складывал какие он умные вещи говорю мы смотрели с молодой господи хоть бы у нас такой куда один знаешь промелькнул блин и тут взять они же первое у них условия какое было я не я на кайту азарова они сначала заработали ну я хочу я хочу сказать потому что да он реально мог поставить этот самый кстати мне тоже сослуживец житомира так удивился что мы не глазуну что у нас януковича не любит а мы так за януковича так столько много сделал для житомирской области я говорю да флаг вам руки урод я сразу если да вот таких людей вообще нельзя политику пускать его вообще никуда нельзя и так вот в принципе мало кто скажет донецке что он нормальный то есть те кто с ним сталкивался тем особенно те кто с ним сталкивался понимаешь и не знаю что единственное понимаешь как тебе сказать если раньше до порошенко считали что янек урод то когда пришел порошенко сказали не того уродом назвали понимаешь но я имею ввиду это взаимоотношение у тех верховка с бизнесом с бабками с дележкой и все понимаешь да и для людей она тоже этот сам азаров да и азарова понимаешь чем дело смотри классный хороший умный мужик да реально умный и реально который хотел но мужик я зря сказал специалист не мужик был бы мужик если этот украинский не знаешь украинский это что позор или что да я тебе хочу сказать еще в тринадцатом году вообще кто-либо это что за этот самый было за подлога говорить на украинское на украинском языке понимаешь употреблять некоторые словечки это да а именно вот что вот этот кугутин как вы только не называли те которые сейчас за него кричат ловаться наше все кугутянский блин мне неприятно было это слышать я не люблю вообще когда вот начинается вот это да если ты не мог не говори на нем если тебе что-то кто-то начинает и сказать я говорю не знаешь как ты там не знаешь вот такой там что-то в языке хочешь и тебе сейчас назову три вещи если ты не дашь на них ответ я начну говорить на украинском всегда ни на одну никто не ответил это тоже элементарные вещи но они с моей специальности я знаю другое которая спасет тебя в случае чего а то что знаю я украинский или не знаю я украинский но не тебе не мне не холодно не жарко хотя я его знаю но я знаю литературные опять таки сейчас вообще шниг как ты говоришь румынский а сейчас этот самый сейчас я еще рассказал про праха с мукачку это просто это как можно было додуматься я не знаю понимаю креатив менеджеров вот да азаров янек янек редкое говно команда там была неплохая кстати неплохая не все там были уроды да но команду начал зачищать хорошую нормальную хорошую команду начали зачищать еще при кучме там вообще эта команда которая потом перешла в эту партию регионов были хорошие не в этом бы это были крепкие хозяйственники которым было наплевать на этот самый вот почему они проиграли потому что они не уделяли внимание вот идеологии пиару вот этому всему знаешь ну то есть они не обращали внимание они наверно в этом просто не понимали культуру знаешь на вот это все они не понимали знаешь как я помню в россии остановили я же помню как у них тоже одно время еще давно-давно понеслась рано шарашка рашка это как лежали к медикой куклы шмуклы как идут та же самая фигня была в россии особенно комедий клуб старался то поближе особенно комедий клуб старался знаешь я помню был момент лично новость промелькнула так у самих комедий клапки кстати что их вызвал к себе путин пригласил побеседовать и вот после того как путин с ними побеседовал все перевернулась уже нет такого знаешь такого рьяного видимо он им сказал пацаны или блять вы останавливаете или я вас остановлю знаешь и они поняли что действительно вот этот вот этот абсурд сами сами себя обсирать это как раз было перед взрывом патриотизма я помню перед олимпиадой перед вот этим всем не я да там может не то что их путин не то что их путин вызывал говно смешивали понимаешь и не просто они же ржали не путином да и руководством они ржали над русскими и над всем над всем русским понимаешь пытались внедрить в голову что ты недочеловек что ты ущербны что некий белый господин есть который он лучше тебя знает что какой-то и понимаешь самое всегда интересное я смотрю на этих либералов или как их там назвать этот в россии который этот сука если он не одноглазый то обязательно шепелявый то есть во первых у всех физическое уродство я ничего не говорю я не смеюсь и не над этим самым но я но я но я просто понимаю такие люди пытаются сама до злые они злые более злые чтобы не ухватили там не только там не только хвост да и как их натаскивают да то есть физи физическая ущербность она всегда они более более такие активные скажем так вот мне вот сколько не плати да вот сколько не сколько бы я не хотела быть злой сколько бы я не хотела лить я понимаешь нет не получится просто по своей натуре потому что я самодостаточная да и мне не представляю как можно то есть меня никто в принципе не обижал да я вырос я не выросла с тем чтобы меня там в классе как-то чморили знаешь и мне иначе не надо понимаешь я и не настроилась на на месть а вот этих вот людей которые немножко ущербненькие да и скорее всего чморили и вот эти чмари вырастают понимаешь и они мстят но это уже подсознание а то что им вкладывают в уста это уже совсем другая история ну да быстренько этот самый наш я говорю американская американская пропаганда ну машина американская пропаганда она действует как паровоз тупо этот самый то есть если если кто-то для том что против американской пропаганды еще ни одна страна никогда не выставляла скажем такие же одинаковые силы в пропаганде если выставят америкосы не продержится очень быстро они просто свихнуться ну в плане того что съедут потому что ее логичность и этот сам ее когда выставят ее обсмеют и все она не будет восприниматься никак на самом деле но они но они реально примитивные понимаешь ну хорошо понимаешь я никогда не буду насмехаться или глумиться над тупым человеком если он не попытается рассказать что я тупой вот тут я буду над ним издеваться причем даже с тем что он не он не поймет что и как и как этот самый но я буду сам уже ловить кайф от этого в итоге это на самом деле так и вот кстати ты вот тогда затронула тему четкая там граница ну по этот самый вот в европе да говорю а когда было с моей стороны держишь как бы молодой дурной в науку почему не пошел вот я же кастовую систему я же был по кастовой системе что кастовая система везде просто слицемерно потому что ты же в курсе что кастовую систему признают и гнобят как ну вредящую на самом деле кастовая система то везде только принятой кастовой системе ты можешь снизу наверх дойти а в лицемерной ты не дойдешь вот чем дело никогда то есть если ты и дойдешь что это случится нечто такое там как говорится ну всегда есть погрешность ну по ходу человечество ты знаешь мы вообще сами себя убиваю даже не физически я говорю до хрена до хрена кстати хрен его знает если если слушай а если а если тот факт что когда мы затягиваемся у нас во рту до хрена пициков и боциков дохнет моментально если они туда заскочили тоже как вариант знаешь какое а знаешь какое самое лучшее оправдание выкурив сигарету я сам помог производителю табака купить своему ребенку пончик скажи я добрый ну в общем лучше всех себя они очень изобретательны кстати в донецке курить в центре города практически нельзя есть места для у нас можно курить где хочешь вообще абсолютно везде у них тоже это попытались им запретить курить итальянцы надо просто знать этот народ они мне кажется такое ощущение что они как бы в пику знаешь они курят даже в парикмахерских не но это не но это не красиво конечно наверное но у нас как бы во первых сейчас я заметил кстати в россии заметил потому что я ж был потому что не особо крича о здоровом образе жизни просто предпринимая какие-то этот самый очень много перестали курить очень много как бы да я при борюсике когда когда реально спивались люди бухали потому что пойми грубо говоря даже спички было ну грубо да сложнее купить ну не знаю макароны чем бухло на каждом углу в любом варианте в разливе в этом самом любое качество в принципе там хан как говорится давайте быстрее покупайте эту бутылку потому что уже растворяется стекло вот непонятно что там залить когда они ввели вот эти ограничения ночные да возбухали конечно многие но я я реально своими глазами видела уменьшение да ну обычно вот люди как те которые алкаши им уже ничего не поможешь он затарится начинающие да главное же вовремя остановиться понимаешь а когда все можно пойти в ночную в ночнушку и купить там продолжение то оно и дальше 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 доза больше 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 понимаешь и человек посажет а тут уже когда продолжение в ночнушке не купишь остановился и лег спать так то в принципе по чуть-чуть топить пожалуйста это же самое главное не дозы не увеличивать Тань комендантский час были такие что а как же магазины теперь работать не будут я говорю сука сколько раз ты ночью за солью ходил блять или за хлебом блять я говорю нахуй тебе ночной магазин я говорю я всегда говорю так я говорю вы водите ночную торговлю круглосуточную будьте любезны продавцам ночные то есть переводите их в иную категорию тогда в иную этот самый вы же не переводите почему продавец должен собственно говоря страдать если на то пошло если уже так и ты зачем идет народ я говорю блин да я как-то ночью ехал заехал в магазин там через окошечко был который магазин я думаю не через окошечко не этот самый я захожу говорю значит у меня колбасу хлеб она говорит хлеба нет ну то есть они не затаривают я говорю колбасу хлеб ну там мы уехали домой дай что-нибудь быстро растворим там пельмени какие-то она у меня так смотрит а алкоголь какой будете брать я говорю никакой он говорит охренеть первый раз вижу человека я говорю ну я ехал я с командировки ехал я говорю да заехать потому что я знал один но если бы я не знал что я куплю у себя я бы ехал уже затарен то есть ну человек ждал нормально магазинчики все этот самый никто сука не умер что магазины ночью не работают ни один может даже здоровье больше оказывалось а эти все это государство должно следить не ругайте вы продавцов не ругайте тех кто вот эти все сломал алкоголка непонятная какая да это государство запретите это я говорю я до сих пор помню эту порезы знакомые рассказывали патологонатом и помнишь когда юпи появились ни разу не пел кстати юпи юпи растворимый он говорит сука говорит кого не вскроешь как радуга говорит и зеленые и оранжевые в основном зеленые фиолетовые и оранжевые окрашивала же все а ты можешь представить пленочка окраски на печени да там же регенерация все останавливается моментально пленка она просто не дает я я я их называю обострем матушка ну это помнишь у пушкина было говорит что там говорит я в это не верил мне люди говорили что да на самом деле там набирают волонтеров причем они их всех пользуют бесплатно чисто на идеологии которых там вот те же там там блогеры ну были не блогеры были тогда медийные чтобы они создавали вот этот фон фейсбуках во всем этом самом причем они фон создавали такой чтобы этот а и от многих требовалось именно креативить потому что смотришь там фейсбуке кстати удалился оттуда смотришь и понеслись одни и те же сообщения то есть одинаково креативные креативные наработки до сих пор у них ничего нового не придумали вот она она вышла как меня мочить эта дура когда она захотела перейти на личности она вышла меня мочить что я бросила жирную россию что я из россии уехала в европу понимаешь своей мозгой не понимая что я не россиянка и я не русская я молдаванка понимаешь то есть у них вот на этоChat никто не скреативил против молдаван на них никто не скреативил понимаешь поэтому они работают штампами русскими то есть креативили на русский шо ж ты такой блядь пиздато и бросил свои если у тебя так пиздато на Родине шо ж ты оттуда уехал причем этот штамп использует в отношении меня уже по моему 5 или 6 раз у меня там есть один из Одессы Там больше всего просмотров, почему-то у меня из этого Одессита. Я его там приложила, конечно, конкретно. И вот его штамп. А что ж ты уехала из жирной Молдавии? Типа, что ж тебе так нравилась, твоя Молдавия? А что ж ты оттуда уехала? Я говорю, ты дебил, что это? Понимаешь, тут я говорю, что в Молдавии жопа. В Молдавии хуёло, что мы пошли вот по этому пути. И она говорит, а что ж тебе так нравится, твоя Молдавия? Что ты оттуда уехала, Европа, блять, ёбанка! Что Молдавия уже круче Украины стала. Вернее, Украина опустилась ниже Молдавии. Так, понимаешь, смысл-то в чем? Я говорю, вот они даже этого не замечают. Они не замечают страны? Они замечают, да. Они все страны меряют по достатку. Вот у них достаток, куда-то поехать, где-то достаток, где-то этот самый. А у меня вот товарищ, например, уехал из жирного, так скажем, региона, где он очень хорошо стоял. И в новом регионе он нормально, но не так, как там этот самый. Но он уехал из-за здоровья жены. Он поменял этот самый. Причем он любит свою, понимаешь? Он уехал из-за здоровья жены. И вот когда говорят, знаешь, я заметил у многих Италия. О, бабки, Германия. О, бабки или там Штаты. Да нет, человек может просто уехал. Просто уехал. Кому-то нравится именно там. Я говорю, то есть, когда я, у меня все-таки есть, я, наверное... Ну, у меня по жизни так получается, что все мои мечты сбываются. Что я в какой-то момент все-таки буду жить в лесу. И до ближайшего, как говорится, соседа у меня будет километра полтора. Как это померять деньгами? Да? А сейчас жить в лесу можно. Интернет есть все этот самый. То есть, живя в лесу, я могу с тобой так же и общаться. Мы уже говорили на эту тему, знаешь, я не помню с кем. Вот смотри, вот люди будут возвращаться в деревню. Особенно после этого коронавируса все поняли, что вот эта вот скучкованность, она грозит опасностью. И в деревню будут возвращаться почему? Потому что, почему вы уезжали из деревень, вспомни. Потому что, извини меня, срать надо было на улице. Сейчас при новых технологиях. У тебя прекрасно оборудованный клозет, у хаки, понимаешь? Ванна, все дела, понимаешь? То есть, уже не нужны эти печи, да? То есть, именно того современные технологии уже уравняли город и деревню. А деревня интереснее чем? Тем, что там, ты мне извини, но у тебя есть свой кусок, понимаешь? Своя земля. Ты понимаешь? Тем, что сейчас в деревне комфортнее. Знаешь, когда я это прочувствовал? Сижу я в доме, ну, скажем так, в деревне, в своем доме. У меня этот самый, работает отопление, котел работает отопление. И слушаю новости про Волгоград. В Волгоградце там какой-то год, ну, это при Борюсике было, там боролись, типа холода, отопление не дают, батареи холодные накрывают одеялами. И я говорю, да, хреново в городе, однако. Понимаешь, тебе намного комфортнее становится. Во-вторых, ты же пойми, в своем доме, в своем доме, когда говорят, там постоянно трудится, сделаешь хорошо. Кстати, ты про клозеты говоришь. Мы жили, были люди, которые ходили на улицу, они делали себе клозеты. Говорю, почему ты в доме не делаешь? Я не хочу. Понимаешь, сделай пристройку, чтобы теплое тут. Ты, понимаешь, вышел утречком, снежок немножко покидал. Доровишек поколол. Активность. Мы ее привозили из деревни, привозили в город, да, в квартиру. Она обошла вот так вот квартиру три раза. Не, визит, наверное, назад. Чего? Я тут умру. Понимаешь? Правильно сказала. И действительно, она дожила до 96 лет. До последнего дня, она себе еще, понимаешь, за три дня до смерти, она себе еще трусишки стирала, чтобы не дай Боже, что, ну, вот, единственное, что она там себе еще оставила. Знаешь, 96 лет бабуля. Она лежала ровно три дня. Посмотри городские. У меня у жены брата, отец, да, вот он лежал пять лет. Понимаешь? Вот пять лет. До 86. До 86. Он все, он лежал. А если бы он двигался, это именно у него артроз, это разбило его, знаешь. А там же стоит только лечь. А там же в постоянном движении, хочешь не хочешь, ну, суставы эти разминаются, все это как-то, знаешь, работает мышцы, двигаются. То есть, и организм, ну, держится в кучку. Нет, да, люди, люди ломанутся сейчас много. Те, кто поймет, там, имейте все. Это раз, это раз. Поэтому три года назад не купила себе вот эту хатынку. Прямо у меня Днестр, вот он, понимаешь? Вот он, Днестр. Вот. У меня, ну, все, я буду тут. И 20 километров до города. Причем там маршрутки ходят именно городские. Знаешь, то есть, проблем нет даже вообще с ним. Я же говорю, понимаешь, даже со мной такое говорю, а если посещаешь что-то в музее, театре, ты будешь посещать, неважно, здесь ты живешь, рядом с ним, вот у меня в квартале, да, или поехать раз в год посетить. Все равно ты больше, чем раз в год, ты ничего не... Было бы желание, да. Потому что у меня есть люди, которых я знаю, с которыми, ну, я знаю, как говорится, практически всю свою жизнь, они ни разу не были в театре. Ни из-за того, что их не пускают, или они такие... Они мне интересны. Не, в большом были, в этом, а в нашем не были. Потому что как-то увидели фотографию, они говорят, ни хрена себе, какой у нас красивый внутри. Ну, о чем дело? Я говорю, здрасте, приехали. Во, дойди. Ну, это же дело такое. Ой, давай будем это закруглять сегодня. Закругляем, да. Уже мне пора, открылись магазины, я смотрю, что мне уже пора в магазине. В смысле, открылись, а у вас... А у нас же СССР, у нас часа до пяти ни хрена нет. Кстати, это довольно-таки для нашего региона тоже, где у нас 40, ну, 35-40 жары, я говорю, это очень даже правильно. И, кстати, когда... Здесь жгет, жгет конкретно. И у них так же, весь год они так и живут. Да, ну, у нас было там рано утром, потом после обеда, конечно, нам это непривычно. Все, давай, будем тогда закругляться. Созвонимся, спишемся, сговоримся. Но, ты знаешь, что-то разину... Я так думаю, разина это не последний раз. Я не буду баню, черт возьми, что мне нужно. Я же тебе говорю, я буду уходить от этого формата. От этого формата диких людей, понимаешь? Да, я буду выходить раз в неделю для... Честно говоря, для хайпа. А остальное, мне это уже неинтересно. И ты, пожалуйста, тоже не забывай. Пиши ролики, выкладывай. Ну, да, сейчас... Будем, знаешь, когда будем дружить каналами. Да, не, я думаю, сейчас набрать-набрать видео, там, порезать его, там, какие-то короткие, какие-то все это самое. Да, вот как ты говоришь, вот я там, бывает, там, начинаю тарать, ругаться. Я их не хочу. Ну, зачем вот это вот все это свинство, это самое? Переубедить их? Нет, бывают интересные моменты. Да, я жалею, что не писал. Как-то даже говорил, пацаны. Кстати, на 9 мая, разговариваю, когда черновцы, вот молодые все черновцы, все День Победы, все прям такие... Сука, на пердуна какого-то старого нарвался. Он там... А, ну и был один молодой, у которого дедушка он упал. Хотя врет. Потому что с Харькова. Скорее всего врет. А этот... На пердуна старого. Как он понес, как он понес. Блин, благодаря, я говорю, судя... А еще, даже, вот, я говорю, мужчина, судя по вам, благодаря медицине советской, вы только родились и выжили. Ясно. Приятно было. Да. С тобой приятно общаться. До следующей встречи обязательно. До следующей... Да, договоримся. И уже, пожалуйста, чтобы в следующей нашей встрече у тебя уже был свой канал, чтобы я уже могла дать ссылку. А, да. Я сделаю, наверное, новый канал. Не этот Капатин. Я его оставлю тут, потому что у меня там этот. А я думаю, сделаю канал. И даже... Я тут... Я просто лазил. Я говорю, есть у меня такой значок Дружинник. А, прикольный. Да. И канал я сделаю Дружинник. Если что уже... Как этот самый... Потому что я разговаривал там тоже. Ты знаешь, в чат-рулетке часто пересекаешься с одними и теми же людьми, да? Да. Я просто говорю, что даже тех... Я говорю, просто всех непотреб. Любой. Мне пофиг, какая там страна. Будут... Будут... Ругаться. А материться можно, да? А, угрожать... Угрожать нельзя, да, по-моему? Угрожать нельзя. Нельзя там национальности. Нельзя там... Не, ну, у меня нет такого. Я просто вижу, что это... Единственное, что ты ставишь 18+, и все, и матерись, и сколько хочешь. Ну, то есть, там есть... Будет тебе предложено ролик для детей, ролик нет для детей, ролик нет для детей... Ну, да, детям нет для детей. У нас, например, в Европе, вот в Италии, да, у нас даже на радио матерятся. То есть, у нас... Это нормально. То есть, для моего региона это нормально. Может, в России это и зарежут, знаешь, у них там какой-то новый закон, я не знаю по поводу маток, ничего не могу сказать. Но там можно ставить, есть дополнительные ограничения 18+, и матерись хоть сколько хочешь. Материться уметь надо еще. Это да. А ты никогда не слушала Шуру Каретного? Это питерские филологи, короче, у них проект был там с матом. У него много чего. Много чего есть. Я Митьковский проект слушала, но там они не матерились. Нет, они не матерились. Митьки это немножко этот самый. Просто наберешь Шура Каретный, Буретино. Про Буретино. Там просто есть такой момент, когда, говорит, Джузеппе... Он там рассказывает один человек, и как будто с кем-то общается. Там рот у меня чихпых, там мат есть. Но у меня там этот момент, я вот... Буретино, говорит, встает утром. Говорит, знакомое чувство, да? Ну, типа, с похмелья. Джузеппе, говорит, сизый нос. Говорит, сизый, сизый, как сирень. Ну, там этот... Ну, там просто немножко посмотрим. Есть такое. То есть, нет, я говорю, материться надо тоже уметь. Да? Вот. Когда ты общаешься на мате, это совершенно другие вещи. У тебя получается... Кстати, вот я там когда читал, тебе кто-то писал, типа, Татьяна, типа, не материтесь. Органично входит. Органично. Есть, вот, есть у людей, иногда, от мужчин, кстати, тоже, вот я тут смотрел, когда матеряться, оно режет. Знаешь, ну, есть такое, знаешь, режет. Тебя не режет. Так что... Не, ну, знаешь, как людей после 18 лет учить только портить. А, это да. То все равно. Тем более, ты как раз... Когда говорят... Дело в том, что когда ты выражаешься, эмоциональный подъем, ты уже не контролируешь, что же это именно ты. И вот когда человек, когда я тебя вижу в этом эмоциональном подъеме, когда ты не можешь себя контролировать, а ты не меняешься, это приятно. Все, удачи, привет семье. Давай. Всем счастливо. Пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok